10 тысяч услуг на одной площадке для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей в Сургуте расширили возможности воспитания, обучения и развития. На базе городского центра консультирования и диагностики, где ежегодно обследуется более 2,5 тысяч детей, открыли целый ряд секций по дополнительному образованию. Какие возможности открылись перед юными сургутянами, расскажет Светлана Славкина. Для 7-летней Полины на психолого-медико-педагогической комиссии специалисты определили свой образовательный маршрут. Девочка прикована к инвалидной коляске, но врачи дают обнадеживающие прогнозы. Сейчас ей необходимы занятия, которые помогают справляться с последствиями болезни. Узнав о том, что в Сургуте открываются дополнительные площадки для развития особенных детей, родители поспешили познакомиться с новыми возможностями. Приглянулась, наверное, скорее всего, кружок лепки, потому что развивается мелкая моторика. А для моей дочери Полины это на данный момент очень необходимо. И мы хотим посещать сейчас на данный момент этот центр творческий, потому что наш ребенок тянется к творчеству. И хотим просто даже для саморазвития, для самообразования. Центр диагностики и консультирования презентовал родительской общественности целый спектр новых услуг. Теперь это не только обследование детей и помощь в подборе развивающих программ, но и сами образовательные занятия для ребят разного возраста. С эффективными методиками сюда зашел один из детских садов. Его коллектив выиграл федеральный грант почти в 7 миллионов рублей. И теперь на эти деньги реализуют интересный проект для дошколят. Помимо творческих кружков он включает и работу с родителями, с семьям, воспитывающим детей с особенностями развития. Здесь готовы оказать всестороннюю психологическую и педагогическую помощь. Казалось, что очень много вопросов касается поведенческого характера. Почему мой ребенок не хочет убирать игрушки? Как делать уроки? Что нужно для того, чтобы в школу? Какие требования? А специалисты наши, детского сада «Снегурочка». Но это специалисты-профессионалы, аттестованные педагоги, имеющие опыт не менее трех лет работы. Более того, сейчас условия гранта позволяют повышение квалификации педагогов. Для детей постарше свою программу реализует Центр детского творчества. Изготовление народной куклы, лепка из глины и даже кружок юных тележурналистов. Любое направление отвечает образовательным потребностям детей и способствует физическому и интеллектуальному развитию. Но то, что все эти площадки сосредоточены в одном здании, решает еще один важный вопрос – доступности и удобства. 10 тысяч услуг можно в год теперь организовать на этой площадке в виде консультаций родителей, в виде занятий для ребенка с логопедом, психологом, дефектологом. Центр сосредоточил у себя на площадке как оказание услуг и консультативных, и дополнительного образования, так и сразу выстраивание маршрута для ребят. В ближайшее время перечень услуг дополнительного образования в Центре диагностики и консультирования намерены расширять за счет привлечения проверенных партнеров из числа некоммерческих организаций. Многие НКО и социальные предприниматели сегодня активно работают с особенными детьми и успешно реализуют ряд современных и креативных проектов.